Важные события из жизни большого города. Легендарное музыкальное произведение, известное во всем мире, наравне с такими композициями, как «Прощание славянки» и «Амурские волны». На сопках Маньчжурии, написанная Ильей Шатровым на Волжских берегах, дала людям силы в самые тяжелые жизненные моменты и до сих пор находит отклик в сердцах миллионов россиян. Впервые вальс был представлен публике в 1908 году в Струковском саду. Здесь же, спустя 105 лет, стартовал ежегодный фестиваль духовых оркестров. Ну а в этом году он впервые прошел на федеральном уровне при поддержке Министерства культуры России. Длился музыкальный праздник два дня. В нем приняли участие более 500 человек из 12 регионов России. Все эти дни наши съемочные группы освещали каждое событие, ведь телеканал «Самары ГИС» являлся информационным партнером фестиваля. Субтитры создавал DimaTorzok Стартовал праздник в субботу с марш-парада. Оркестры, коллективы, мажорет-спорта, барабанщицы. Музыканты прошлись по Волжскому проспекту от улицы Первомайской до бассейна ЦСКА ОВС, исполняя все – от классики до современных композиций. Субтитры создавал DimaTorzok Это наш второй визит в этом городе, в этом фестивале участие, поэтому мы с такой радостью, с таким энтузиазмом сюда приехали, поэтому это просто для нас счастье здесь находиться. В связи с пандемией не все можно проводить, но то, что сейчас происходит, конечно, уникально. Я сегодня удивлен погоде, людям, в первую очередь, конечно, которые нам хлопали. Мы идем, нам хлопают, нам машут руками, воздушные поцелуи. Ну как, ну чудо, красота. Кульминацией марш-парада стало выступление Самарского муниципального концертного духового оркестра. Время светит надеждами новыми На борьбу и на бодрик готовы мы За любовь и за мир, поколение мое. Продолжился фестиваль уже вечером. Духовые оркестры выступали с концертными программами на различных площадках Самары, одной из которых стал Струковский сад. Здесь собрались как профессиональные музыканты, так и любители. Участниками стали коллективы из Екатеринбурга, Брянска, Нижнего Новгорода, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Сургута, Уфы, Москвы, Тольятти, Саратова и Казани, а также концертный оркестр духовых инструментов Белогородской государственной филармонии, который на Самарский фестиваль духовых инструментов приехал впервые. Наш оркестр пригласили впервые, и мы сюда даже в город впервые приехали. У нас с ансамблем танца программа покажем, и также танцы вместе с духовым оркестром. Концертная программа первого дня фестиваля завершилась выступлением академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации, которое прошло в амфитеатре у подножья Площади Славы. Исполнение на сцене знакомых жителям мотивов сопровождалось зажигательными танцами участников в военной форме советской эпохи. Музыкальный фестиваль – это не только выступления на сцене. В эти дни организаторы и участники собирались в мэрии для того, чтобы обсудить развитие духовых оркестров в стране и в регионе в частности. Сейчас на духовиков в Самаре обучаются 897 человек в 24 музыкальных школах. Городскими властями закупаются новые музыкальные инструменты и ноты. Всесторонняя поддержка оказывается музыкантом Самарского муниципального концертного духового оркестра. Я могу сказать, вот такие крупные фестивали, они действительно, те фестивали, которые мы проводили, и Марш Победы, и то, что наши коллеги проводят, и Серебряные трубы по Волжье, мы достаточно комфортно себя чувствуем в региональной среде. Они во многом способствуют интересу и росту. Наши коллеги отмечали в Музучилище, что выступление уже в среднее звено. Действительно, с вот этой плотностью проведения крупных форумов, конференций, да, они действительно дают результат. Весь оркестр, прошу, шестая цифра. Шестая цифра, еще раз. Трубочек угла, коллеги, не поделите мне. Шестая цифра. Раз, два, три. Для молодых музыкантов был организован и практикум, на котором потомственный военный дирижер Андрей Балин проводил мастер-класс для оркестра «Вал Жанин» детской музыкальной школы номер 18. В течение 30 минут дирижер обязан воплотить художественный замысел, выполнить все рекомендации, касаемые штриховом исполнении, добиться слаженности идеального интернационного строя, чтобы была так называемая вертикаль и горизонталь. В общем, расчленить все элементы фактуры и сделать из этого произведения конфетку. За игрой юных музыкантов из зала наблюдал Владимир Лебусов, заслуженный артист России, профессор кафедры оркестрового дирижирования Российской академии музыки имени Гнесиных. Он провел теоретическую часть мастер-класса, рассказал преподавателям музыкальных школ об особенностях работы дирижера с детскими коллективами. Я знаю, что в принципе можно с ними планку довольно-таки высокую ставить. Мало того, когда им ставишь высокую планку, у них интерес появляется. То есть не просто играть от начала до конца, чтобы, так сказать, пошуметь, он так говорит, да, а вот тронуть. Слушатели. Венчал программу фестиваля большой галоконцерт на склоне площади Славы, все участники которого отмечали прекрасный прием самарского зрителя. Горд тем, что с 13-го года мы стояли у колыбели этого, мы здесь в Самаре, на нашей оркестре стояли у колыбели этого фестиваля, который вырос в настоящий праздник духовой музыки, в праздник, в общем-то, памяти в какой-то степени. Наши гости из 12 городов Российской федерации, из 4 федеральных округов, единодушно ошарашивают. Причем я-то их давно знаю, я вижу, что это не лезет. На других фестивалях говорят, как вот у нас фестиваль. Я говорю, знаете, у вас хорошо, но в Самаре лучше. Это откровенно. Все очень здорово организовано. Ну, очень хорошее впечатление. Конечно, есть лимит времени выступления, но мы бы хотели бы до утра работать. У нас силы для этого есть, потому что публика нас любит, публика нам аплодирует. А что еще больше можно иметь для счастья? А завершился галоконцерт выступлением Большого сводного оркестра. Все 500 участников вышли на одну сцену, слаженно исполнили несколько мелодий. Спасибо большое, Самара. Спасибо. Мы уверены, что мы сюда будем возвращаться и с новыми коллективами, и с новыми идеями. Спасибо. И низкий всем поклон. Благодарим. Исполнили и легендарный вальс на сопках Маньчжурии. Игрой оркестра в этот момент руководил Марк Коган. Завершился фестиваль знаменитым «Прощанием славянки». Дирижировал сводным оркестром сам Михаил Брызгалов. Игрой оркестра в этот момент руководил Марк Коган.